всем привет в общем сегодня думал устроить соревнования между вот этим и вот этим а потом подумал времени нет в принципе да и у меня единица всего одна так можно было бы проверить это шабер да знаем заточенный острые грани вот у нас бушный поршень был приобретен на двигатель g4 gp это двигатель и в 2 и 0 кузов далее как там модельный ряд называется устанавливается на автомобиле киа magentis hundai sonata также там прочие модели этого модельного года в общем здесь на sonata произошла приятная неожиданность неприятная неожиданность вот оборвался ремень грим такое количество клапанов осталось в живых всего-навсего которые почистил остальные новые там и вот еще что произошло видео по данному авто будет значит что я хочу сейчас проверить я никогда не пользовался демексидом только видел промывать рабочий двигатель я бы не стал конечно но отдельные части вот не очень интересная купил пару таких вот упаковочек стоит она недорого уже не помню брал несколько месяцев назад никак руки до него не доберутся в общем он был приобретен бушный поршень вот в таком состоянии видим офигеннейший нагар обычно этот нагар снимаю шабером снаружи внутри ломаю старые кольца половине кольца мечи еще вот это все дело кто-то мне в комментариях написал чего ты теряешь время купил ты тут штукенцию и не будешь знать горе ну ребята давайте эксперимент берем скрываем и пробуем как она у нас получится так вот пробочки вскрыл пахнет я даже не скажу чем очень слабый такой запах ненасыщенный чем-то напоминает кукурузку если так кому интересно это лично мое обоняние может у кого-то что-то другое в общем берем поршень запоминаем в каком он состоянии вот здесь вот у нас канавках нагар сумасшедший так смотрим да как он нам поможет мне вот интересно очень интересно берем и на ваших глазах возьму даже чуть-чуть вовнутрь плюхну я вот так вот его полью полью прям полностью полью даже можем вылететь отсюда чуть-чуть прополоскала и хватит так что у нас получается получается у нас сегодня омывается полностью так достаем вторую выливаем так обильно поливая может конечно я зря его так уверенно разливая но посмотрим кроме ли мы видим что у нас все наши канавки под кольца погрузились но оставляем насколько сейчас у нас пол шестого вечера да давайте на час через час посмотрим что с ним происходит и так прошло два часа 20 минут насчет часа я конечно пошутил были дела вот ну давайте посмотрим что у нас получилось взял я вот положил кисточку сейчас кисточкой пройдусь по кругу посмотрим как наши канавки отбила и т.д. и т.п. действительно сейчас кисточкой хорошо смывает блин как всегда у меня нету штатива и нету помощников но гляньте смотрите вот разворачиваю поршень вот видите тут есть еще некий нагар уберу вот даже вот так вот сильно не давят при вас вот она хорошо по крайней мере то место где было погруженное у нас димексиде очень хорошо отмывается так нищий поршня в принципе тоже смотрим нагара почти нет сейчас беру кисточку немножко его повозюкаю и вот как вы можете наблюдать часть которая была погруженная то есть по маслосъемное кольцо прошел кисточкой и вполне чистая вот здесь вот один кусочек остался я думаю размочить он дальше уйдет либо уже механическим способом убрать антиканавки если так повнимательней канавки тоже у нас чистые прошел кисточкой все вымылось так что димексид как бы свое дело выполняет два вопроса подписчика первое где-то слышал что димексид с чем-то смешивают нечистый заливают это первое и второе вот я трогаю голыми руками каково последствия потому как при использовании химии у меня даймер плак было видео что у меня очень сильная пошла реакция то есть аллергия на глаза на руки как бы напишите может кто знает насколько пагубно это для рук либо тоже этим необходимо пользоваться только в перчатках вот ну в принципе что сейчас вот вот эти части поочередно я отмачиваю